Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Эти слова писателя Мигеля Сервантеса можно применить и к комплиментам. Теплые слова в начале рабочего дня коллегам сказать нетрудно, но они поднимают настроение, заряжают позитивом и даже вдохновляют на профессиональные подвиги. Тем более, что 1 марта – Международный день комплиментов. О, привет, Марин! Хорошо сегодня выглядишь. Спасибо! О, Марин, радость моя! Так всегда радуешь. Скажи, как научиться быть такой хорошей? О, привет! Привет! Красавчик выглядишь! Спасибо! Привет! Привет! О, по тебе сразу видно, что пришла весна! Ой, спасибо большое! Мариш, привет! О, привет! Ты как всегда самая яркая звездочка! О, привет! Сегодня ты особенно красивая! Ой, спасибо большое! По мнению психологов, комплимент – не только отличный способ создать вокруг себя благоприятную атмосферу, но и возможность вдохновить коллег на творческие свершения. Возможно, сначала услышавшие приятные слова и ненадолго отключиться от рабочего процесса, чтобы их осмыслить, но потом будет трудиться с большей самоотдачей. Как дети узнают, что их любят? Вот. Они узнают тогда, когда взрослые ими восхищаются. И вот это дивное переживание, оно дальше строится через всю жизнь, как некое ожидание взаимного восхищения. Подчиняйте нервы восхищению, потому что нет ангела прекраснее тебя. Но делать комплименты нужно искренне, ведь человек, которому говорят приятные слова, параллельно считывает невербальные сигналы, исходящие от собеседника, интонации, жесты, мимику, которые могут комплимент свести на нет. Кроме того, это не должны быть нейтральные фразы, которые можно отнести ко всем. Приятность не должна быть обезличенной. Бывают еще комплименты избитые, штампованные, скучные какие-то, и совсем надоевшие и так далее. Бывают. И этому, к сожалению, отчасти способствует в последнее время вот эта красота в интернете, когда открыточки поцелуют друг к другу, не сказав ни слова. И это, конечно, вот той чистоты восхищения здесь нет. Психологи уверены, научиться делать комплименты, которые точно порадуют, несложно. Достаточно не быть равнодушным к окружающим. Например, старайтесь каждое утро при встрече с коллегами замечать новую блузку или галстук. И обязательно это подчеркивайте в разговоре. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.